И Владыкин, и батюшки все, и друг друга, мы поздравляем с этим радостным днём. Днём Рождества Пречистой, Преблагословенной Божией Матери. Её ещё именуют Царица Неба и Земли. И, братья дорогие мои, мы сюда собрались, отовсюду, с Приморского края, здесь. Вот везде её прославлять, конечно, можно, в душах и в наших сердцах прославлять. Но мы собрались вот в это место для того, чтобы прославить её особо, прославить Пречистую, её Рождество. Дорогие мои, когда у нас земная мать, какое-нибудь событие у ней в жизни, рождение её, то дети собираются вокруг матери. Да, и, конечно же, с подарками собирается, чтобы утешить её, чтобы поблагодарить её за то, что она родила нас, за то, что она грудью нас питала, за то, что она млеком нас питала, а затем помогала нам выйти в жизнь. А когда выйдем в жизнь, ой, как сердце матернее печалится о нас, где же это дети, куда они разлетелись. И она молится, молится Господу, Господу, чтобы нам было хорошо. Но если, братья дорогие мои, земная мать так любит нас и так печалится о нас, тем более небесная мать, которую Господь нам сам даровал на Голгофе, когда оставались последние уже мгновения его жизни, а он страдал за всех нас, он не забыл Пречистую Божию Матерь и даровал всему миру в лице Иоанна Богослова Пречистую и Преблагословенную Божию Матерь. Все мати Твоя, дорогие мои, все мати наши, Пречистая и Преблагословенная Божия Матерь. Почему же мы так её духовную мать прославляем, молимся ей и просим её не оставлять нас, а покрыть нас своим честным небесным спасающим ломофором, всю нашу землю русскую, и всех нас, и не только землю русскую, но и весь мир. Братья дорогие мои, потому что она всемирная мать, она посредница нашего спасения, дорогие мои, после Господа это она. Она заботится о нас прежде всего, заботится о том, чтобы мы были тоже там, где и она, там, где и она. Пречистая Божия Матерь, дорогие мои, она дарована нам, это чудо, чудо на земле, она дарована нам небом. Но, с другой стороны, и мы тоже её подготовили в какой-то степени, конечно, мы только, братья, грешим и доставляем Господу печаль. Да, мы богохульствуем и богоборствуем, но вот от земли и подарок Богу Пречистая и Преблагословенная Божия Матерь. Она, дорогие мои, она явилась тем, ну, тем сосудом позлочённым, который вместил невместимого Бога. Она от нас, от кровей наших, от плоти нашей, от костей наших, дорогие мои, но она, конечно, далеко отстоит от нас своей благодатью Божией, да. Она честнейшая, хирургим и славнейшая, без сравнения, Серафим. Дорогие мои, она нам предречена Богом ещё в раю, когда мы согрешили и отступили от Господа. Тогда Господь указал на Деву, которая придёт в истории человечества и семя которой сотрёт главу змея. Так было в раю. А потом на протяжении всего Ветхого Завета готовилась Пречистая Божия Матерь, этот сосуд позлощённый. Она явилась, дорогие мои, она явилась плодом всех лучших представителей Ветхого Завета. Она явилась плодом молитвы и добрых дел и своих родителей. Дорогие мои, о ней много было сказано в Ветхом Завете, пророчеств, прообразов. И Господь вожелал нас спасти вот таким путём. Он вожелал прийти к нам и стать такими, как мы, кроме греха, для того, чтобы нас сделать такими, как Он. То есть, богоподобными, друзья мои. И Господь решил вот прийти к нам и стать человеком, чтобы человека сделать Богом по благодати. Он пришёл к нам и воплотился, принял нашу природу для того, чтобы её искупить, очистить и приобщить к себе. И вот для этого, друзья мои, для этого промысла Божия, для этого дела великого и послужила причистая, приблагословенная Божия Матерь. Ведь Господь не может соприкоснуться со злом, с нечистотой. Господь требует чистого сердца, сердца, которое бы не было заражено страстями и грехами. И вот причистую Деву Марию на протяжении всех веков Ветхого Завета готовил Господь. Дух Божий готовил её. И вот настало, пророки о ней говорили, особенно, знаете, пророк Исаия, он сбросил как бы пелену тайны святой Девы, той жены, которая сотрёт главу, семя которой сотрёт главу змия. Этот пророк является Исаием. Он так сказал, «Все Деву в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануил, ежесказаемое с нами Бог». Дорогие мои, это восемь веков до Рождества Христова. И вот когда исполнились времена, братья, исполнились времена Божии, и Господь возжелал божественной любовью войти в этот мир, и тогда родилась причистая, преблагосовенная Божия Матерь, посредница нашего спасения. О ней Иаков её видел в виде лестницы, когда бежал от гнева брата своего. Он увидел лестницу во сне, которая утверждалась на земле, а другим концом упиралась в небо. И там стоял Господь и говорил Иакову, «Я выведу тебя из этой земли, я Бога твоих отцов Авраама и Исаака, но я приведу тебя опять в эту землю обитованную и размножу тебя, как песок земной, как звёзды на небе». Братья, дорогие, святые отцы, все согласны в том, что эта лестница прообразовала причистую Божию Матерь. Господь, который стоял на вершине лестницы, Он сойдёт по этой лестнице на землю для того, чтобы нас спасти. И Он сошёл, сошёл через причистую, преблагосовенную Божию Матерь. Она Ему дала нашу природу, она от нас, братья, она такая же, как мы. Она не Бог, нет, но она обожественная, она царится небо и земля, она честнейшая хирургами, славнейшая без сравнения с Серафимом. И она дала Господу, добровольно дала Господу нашу природу. И Он соединился с нами. Это великая тайна Боговоплощения. Когда мы говорим о Рождестве Божией Матери, друзья, невольно вспоминается и ещё её праздник, событие, благовещение. Помните, архангел Гавриил явился ей и сказал, когда наступило время, время Боговоплощения, спасения мира. Он сказал, Дух сойдёт на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя тем же Рождаема Свята. И вот Пречистая Божия Матерь не усомнилась от лица всего человечества, от лица нас, дорогие мои, она сказала Богу, да. Сероба Господня, да будет по слову Твоему. Ведь, друзья мои, наше спасение зависит от отношения нашей свободы, воли по отношению к Богу. Вот решается наша судьба. Бог и мы. Бог даёт нам законы, и мы должны исполнять их. Не уби, а мы убиваем. Вот видите, не кради, а мы крадём и так далее. А вот когда воля человеческая согласуется с волей Божией, вот тогда наступает спасение человеческого рода. Да, и когда она ответила от всего человечества, да будет воля Божия, и тогда Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. Это Слово Сам Господь наш Иисус Христос, Который Своей кровью, Своими страданиями, голговскими страданиями искупил нас. Дорогие мои, Пречистая Божия Матерь, она является посредницей нашей спасения. И когда она отошла из этого мира, отошла к Сыну Своему, она не оставляет нас, дорогие мои, сиротами. Так в тропаре говорит Успение. Во Успении Твоём нас не оставляющие. Она не оставляет. Она любит все народы любовью Сына Своего, потому что Сын Господь Иисус Христос распялся и страдал за весь человеческий род. Независимо от национальности, от цвета кожи, Он всех любит, это Его дети. И Пречистая Божия Матерь любит всех также любовью Сына Своего. И она любит все народы, но особенно и наш русский народ, который полюбил её после Христа тоже всем сердцем, всей душой, дорогие мои. И она отвечает нам своей любовью. Посмотрите на историю России. Сколько икон в честь Пречистой Божией Матери, сколько чудотворных, а сколько храмов в честь Пречистой Божией Матери, а сколько монастырей, дорогие мои. Она непосредственно является и людям непосредственно, и через иконы свои является. Господь даровал ей много-много благодати, и она делится с нами, как мать любящая, дорогие. Она духовная мать. Она хочет, чтобы мы все были с ней, дорогие. Будем, братья, не раздражать, как мы не должны раздражать земную мать, так и Пречистую Божию Матерь. Ведь мы доставляем ей много-много обид. Мы своими грехами пронзаем её сердце до сего дня. И Симеон Богоприимец сказал так. И душу твою пронзит оружие, братья, вот это оружие наши грехи, которыми мы доставляем. Также и земной матери мы доставляем обиды, если не послушны, а тем более Пречистой Божией Матери. Дорогие мои, будем любить Пречистую Божию Матерь. Будем к ней обращаться всегда, она реально с нами. И всё зависит от глубины нашей веры. Если вера не очень глубокая, то и, конечно, и связь наша с Пречистой Божией Матерью будет неглубокая. Так что всё это зависит от нас, друзья мои. И, собравшись сейчас здесь, братья, дорогие мои, и воздав Пречистой Божией Матери свои молитвы, будем и впредь её любить и обращаться к ней, и просить её, чтобы она не оставляла нас, нашу Россию, которая прошла через страшную атмосферу, страшную безбожие. Да, дорогие мои, мы очень и очень покалечены духовно. Будем просить её, чтобы она нас исцелила, помогла нам быть верными христианами, друзья, во все дни жизни нашей, чтобы мы были любящими учениками, детьми её Сына Господа нашего Иисуса Христа. А больше ей ничего и не надо, если мы будем любить Бога всем сердцем своим, всей душой, всем своим помышлением, дорогие мои. Так она любит Господа. В этот день, день Рождества Пречистой Божией Матери, всем я желаю её покрова Пречистого и Божьей помощи во всех ваших делах. Да благословит нас Господь Иисус Христос и Пречистая Преблагословенная Божия Матерь. Молитвами всех святых, дорогие мои, будем укрепляться в нашей жизни и будем стоять в вере православной до конца. С праздником вас всех! Продолжение следует...